Здравствуйте, дорогие друзья! Встал за окнами новый день, и мы устремляемся за рыбацким счастьем. Готовы к отправке на рыбалку. И почти все готовы. Добрались до сухой Самарки. Нетронутые снежные поля. Тишина, никого вокруг. Сейчас будем искать сорожку. Настоящие узлы. Надо развязать, а то как же мы до снастей доберемся? Сегодня мы единственные здесь отчаянные. Новое место. Очень много снега. Под снегом вода. Практически будем рыбачить в луже. Но, возможно, здесь нас ждет рыбацкое счастье. Срочно надо добавить приправу в лунку. Смотрите, сколько воды выперл налет. Но он еще крепкий и от берегов не оторвался. Какой-то кекс. Кекс. Зимний кекс. Сейчас, сейчас. Прикром медленно пошел ко дну. Плотный комок. Закупал на дно. Раньше, чем распадется. И пошел, пошел. Надо и вторую лунку закормить. Юра пытается очистить лунку. Но шуга затягивает все обратно. По колено. Прям такой снегопад зарядил. Погода меняется каждый час. Не обманули синоптики. И это совсем не радует. Вроде должна рыба в непогоду клевать. Что, была поклевка? Ну, пока ловится только мелкий кусок. Отпустил окуня во свояси. А он и заблудился. Но нет. Нашел выход из лабиринта. Уехали мы из этой лужи. Но уловом не похвастаться. Абсолютно кошачий размер. Но пока и это радует руку. Пойдем искать дальше. Ну, хоть кошка домой пустит. Сейчас глубину понять и закормить. Течение вроде должно быть здесь. Прекрасный искусственный мотыль. Рыбе очень нравится. Для искусственной рыбы. Сейчас будут клевать воблеры. И потянулись долгие минуты ожидания поклевки. Снег валит. Народу никого. Да и рыба тоже. Сегодня как-то не отзывается. Саша тоже с печали констатирует, что рыбы не видно даже на эхолоте. Но мы не отчаиваемся и продолжаем поиски. Снегоходы вон тоже в печали ждут. Когда же домой? А я сейчас вспомнил о судаке, которого мы изловили на прошлой неделе. И о монтаже снастки, о котором не успел рассказать. Можно сделать еще немножко другой монтаж. Его очень часто используют на Жигулевском море. Там, где течение поменьше. Либо его вообще нету, оно отсутствует. Сейчас я покажу. Берем. Вот есть вот такие вот, в простонародье их называют догонялки. Полимерная мормышка. Она легенькая. То есть ее можно использовать как под силикон, так и под наживку живую и обычную мороженую тюльку. Вот давайте возьмем к примеру вот эту вот полимерную мормышку. На наш монтаж, которым мы также делаем заготовку, берем обычный стопор. Силиконовый стопор. Одеваем вот таким вот образом. Берем мормышку. Полимерную догонялку. Вы знаете, вот мне кажется, что вот это вот даже вот силиконовый кембрик, он даже по идее не нужен. Он по леске немножко даже тормозит. Ну толстая леска. Да. Это под мелкие какие-то. Вот. Одеваем его также на основную леску. Вот таким образом. Да. И вторым стопором мы его стопорим. Его можно по высоте регулировать. Регулируется и высота, и глубина. То есть можно делать ближе к мормышке, то есть она вот таким вот образом гуляет. Здесь, опять же, как я говорил ранее, можно поставить, вот здесь я поставил вверх крючком, а можно поставить крючком вниз. То есть одеваем наоборот. Чем хорошо, она не, крючок не задевает за кромку льда. на другой конец мы привязываем вот такую обычную судаковую тоже мормышку. Та у нас была с ушком. Здесь мы взяли без ушка. Вот такая вот судаковая мормышечка обычная. Она где-то тоже весит грамм, наверное, 10, может, 12. Не знаю точно. они не написаны, к сожалению. Вот. Пропускаем основную леску сюда и делаю еще один заход, чтобы была вот такая вот петелька. Леска у нас не гуляет туда-сюда. Вот. Если даже взять, она уже вот так держится. Остается только зафиксировать. Да, зафиксируем. Фиксируем так же, как обычную мормышку привязываем. Я не знаю, кто как привязывает. Я вот таким вот образом 3-4 оборота на цевьё затягиваю и здесь подтягиваю. Все. Она никуда не девается. Лишнее отрезаем. Вот у нас получился вот такой вот монтаж. Гуляющий. Да. Соответственно, эта вот догонялочка, она легкая. когда мы опускаем, она у нас всплывает. То есть, полимерная. Мы можем сделать повыше, пониже. Это уже кому как нравится. То есть, вот она поднимается. Можно нижний стопор опять же делать выше-ниже, проверять несколько горизонтов. То есть, от дна можно сказать даже и чуть выше, там, до метра, до двух. В общем, кому как нравится. Бывает, что на низ клюет очень редко, а вот на вот такую вот догонялку больше всего поклевок выходит. Все многообразие цветов, размеров под любую рыбалку. А наша программа на этом прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова